Да, я вообще никто не достоин ничего, но была бы у меня здесь… Ты думаешь, вот если бы у тебя была… Один блогер говорил, если бы у тебя была девушка, то ты начал конкурировать, соревноваться с другими мужчинами. А на самом деле ты не должен конкурировать, соревноваться с другими мужчинами. Ни в коем случае это ошибка, это подмена понятия, это то же самое, что слово «мужественность», его захватили враги и используют его против самих мужчин. Слово «мужественность» стало сексизмом против мужчин, обратным сексизмом. И вот этот блогер говорил, если у тебя появится девушка, ты станешь там таким-то крутым, ты будешь потихоньку соревноваться с другими мужчинами, ты будешь видеть, как девушка, она тебя сможет. Это полная брехня. И когда у тебя появится девушка, у тебя упадут все показатели в учебе, в спорте и так далее, в искусстве. И ты будешь драться, получать себе врагов, свою жизнь, будешь соревноваться, получать врагов ни на чем. Вообще мужчины не должны друг друга притеснять и делить, должны быть равны друг с другом, как в коммунизме, как в царстве божием. Должны быть равны друг с другом, милосердны друг другу, не соревноваться ни в коем случае друг с другом, помогать защищать друг друга. Никакого не должно быть этого, что женщина смотрит на тебя, как ты унизил какого-то мужчину или победил, и она, типа, гордится тобой. Это все, это все, смотря... Ну, это, короче, полный... Это этот, Джори Кривазов в 2013 году, или когда видео у него было такое дебильное. Может, он уже удалил его, надеюсь. Может, он хоть что-нибудь понял. Ты ничего не понял, браток. Похоже, что ты ничего не понял, браток. Не надо обсуждать женщине, какую-нибудь девушку, если вы два парня идете, или три, или сколько вас там. Не надо обсуждать девушку, вообще, каких-нибудь своих знакомых, бывших. Это приводит к конфликтам ненужным. И в переписке тоже не надо обсуждать. Это приводит к ненужным конфликтам, грубостям, несдержанности. В конце кто-то кого-то калечит. Короче, ребята, давайте жить дружно, да, только... Вот он правильно говорил. Ребята, давайте жить дружно. Он правильно говорил. Ребята... В принципе, что-то было разумное в советских мультиках, но они, как бы, видишь, сделали из этого кота, они сделали так хитро, что человек, который ассоциируется с этим котом, который говорит, ребята, давайте жить дружно. Он, как бы, как лох какой-то ассоциируется, как лох цветочный ассоциируется. Его обзывают, унижают, ему дают прозвище там. Я видел такой от подморозки всякие дебилы. Они должны были взять крутого персонажа, мощного, брутального, с челюстью, как у меня, брутальной, там, квадратной челюстью и подбородком мощным. И чтобы он говорил, ребята, дал это... С ноги там за несповедливость сказал, ребята, давайте жить дружно. Вот такой бы герой действительно был бы примером для подражания, а не вот этот вот жалкий кот Леопольд, который говорит, ребята, давайте жить дружно. Представляешь, они просто, наоборот, сделали антирекламу вот этого. Анти... это такое...